По традиции главные пасхальные службы в Нижнем Новгороде проходят в Кафедральном Александро-Невском соборе. Он вмещает до трех тысяч прихожан, возглавляет праздничные богослужения, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. А вообще большинство храмов в ночь субботы на воскресенье полностью заполнены. На эту ночную праздничную службу спешат даже самые юные верующие. Говорят, спать совсем не хочется. Мне хочется просто пройти крестный ход, постоять в церкви, поставить свечку. Прохожу сюда, можешь что-то загадать, можешь подумать о чем-то, что в этом есть. Больше всего верующих собираются ближе к полуночи. В это время начинается традиционный крестный ход. Он символизирует собой шествие в церкви навстречу воскресшему спасителю. В храме во имя святого князя Владимира в селе Сартаково для участия в крестном ходе собралось около 150 верующих. Сразу после его окончания священники возвещают, пожалуй, главные слова. Для всех христиан. Христос воскресе! Во истину воскресе! Христос воскресе! Во истину воскресе! Христос воскресе! Во истину воскресе! Те, кто не смог попасть на ночную службу, спешат в храмы рано утром воскресенья. Утренние праздничные службы проходят даже в Серафимосаровском храме в Московском районе, который еще только строится. Возведение храма в честь преподобного Серафима Саровского идет полным ходом. Стройку приостановили только на праздничные дни. Работать на Пасху считается большим грехом. А вот молитва здесь звучит уже сегодня. На стенах цокольного этажа в строящегося храма повесили иконы и соорудили алтарь. Именно сюда для молитвы и приходят верующие. Большая пасхальная праздничная служба проводится здесь впервые. Церковь в честь преподобного батюшки Серафима строится, как говорится, всем миром. Каждый прихожанин может принять участие в строительстве. Для этого нужно купить в любом Нижегородском храме благотворительные билеты, которые меняются на обычные кирпичики для стройки. И на этих кирпичах затем пишется имя благотворителя. А вообще появление Серафимовского храма ждали верующие не только Московского района, но и всего Нижнего Новгорода. Ведь это первый храм в честь преподобного старца в нашем городе. Мы так счастливы. Это просто радость. Здесь храмовый комплекс. Большая колокольня будет с помещениями. Я так понимаю, воскресная школа будет у нас функционировать. Может быть, какая-то дружина мы планируем здесь открыть. И сам храм стоит немножко отдельно. Все вместе, но отдельно. Интересная архитектура. И будет довольно-таки большой. Что же касается Светлой Пасхи, то праздничные службы в честь Воскресения Христова будут проходить во всех православных храмах всю предстоящую неделю. Наталья Лисова, Алексей Завылов, Владимир Гайдай. Объективно. ННТВ.